Приморские партизаны заговорили. Один из участников банды рассказал, как их пытали, чтобы выбить признание в несовершенных преступлениях. Так утверждает один из арестованных по громкому делу Алексей Никитин. Всю вину за жестокие убийства он возлагает на милиционеров и наркоторговцев. Какие сюрпризы может преподнести судно с шестерыми обвиняемыми, выяснял Тимур Олевский. Тимур. Да, коллеги. Партизанами не рождаются, ими становятся. Вот, по сути, леет мотив интервью с одним из арестованных в Приморье молодых людей. Алексеем Никитиным, который уже два года ожидает суда в СИЗО Владивостока. Он рассказал, что в октябре 2010 года в очередной раз пришел к милиционерам в родном поселке Кировский пожаловаться на их коллег, которые крышевали наркобизнесы, были причастны к убийствам неугодных наркоторговцев. Таким образом, будущий фигурант громкого дела хотел объяснить действия своих друзей, приморских партизан, захваченных в результате штурма в Уссурийске летом того же года. Из шестерых активных участников банды в руки милиционерам сдались только четверо. Двое – Алексей Сухарада и Алексей Сладких – по официальной версии свели счеты с жизнью. Вместо того, чтобы выслушать, милиционеры сдали Никитина оперативникам, которые его жестоко пытали, чтобы выбить признательные показания. В этом заверил молодой человек журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Алексей Никитин говорит, что его пытали, когда он сам лично пришел в прокуратуру с заявлением вот обо всех этих факторах наркоторговли. Причем он говорит, что они у них были засняты на видео, какие-то там видеодоказательства есть. Но когда изъяли компьютеры, естественно, все это пропало. Его повезли во Владивосток, в ОРЧ-4. Там, на девятом этаже, три дня его пытали. Он астматик, ему надевали на голову противогаз, в шланг противогаза засовывали трятки, эти трятки поджигали, заставляли его этим дышать. Говорят, что пытали его на протяжении всех трех дней. Грозились скинуть из окна, там пакет на голову надевали, током пытали. Кто помог связаться с арестованным, адвокат или родственники, блогер не раскрывает. И оценок его словам также не дает. Однако той же версии произошедшего в Приморье придерживаются адвокаты подсудимых. Не случайно о них отдатайствовали. О проведении суда с участием призяжных заседателей. Ранее Никитин передал дождю через своего адвоката заявление, которое неоднократно, по непонятным причинам, пропадало из материалов дела. Ребята, начиная с февраля 2007 года, во всеуслышанность, они, начиная бороться с мелкими наркозбытчиками в школах, в своей школе в Кировском районе, последовательно вышли на наркозбытчиков, которые оказались в погонах. В феврале 2000, 24 февраля 2008 года, при назначении такой встречи, пришли сотрудники милиции и без апелляционного, без никакого либо разговора, начали стрелять по нашим подзащитным, которые сейчас все находятся на скаме подсудимых. В Владивостоке живет немало людей, которые в частных беседах заверяют, что Кировский район наполнен наркоторговцами, гектарами полей конопли и силовиками, которые охраняют весь этот бизнес. Партизаны, по их словам, были обычными подростками, которые вели здоровый образ жизни и попытались оградить своих сверстников от этой дури. За это в них стреляли, избивали, вывозили в лес копать себе могилы. Система при этом защищалась, и район превратился в подобие Кущевки. Однако туда, на богатую природу, почему-то еще не доехал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Коллеги. Спасибо, Тимур. Тимур Олевский об откровении приморских партизан. Специальный репортаж Тимура Олевского из Владивостока смотрите завтра в 21 час в программе Михаила Фишмана и так далее.